всем привет друзья с вами варчик в этом видео мы очередной раз будем разбирать ошибки в реплеи которые прислали вы зрители реплеи можно прислать в группе вконтакте в специальную тему и так что же в этом бою не так эта проблема которая наверное встречается у многих игроков если не у всех у кого очень маленький процент побед также эта проблема встречается в частности у пт особенно ватных у которых нет брони которые могут играть только в геймплей прикрывать и не могут играть активно на первой линии что уже сразу не так почему наш герой едет неправильно все очень просто он уже едет заниматься тем для чего его танк не предназначен ему нужно прикрывать танки союзные которые едут сражаться активно на первой линии и ему нечего самому делать вблизи возле врагов поскольку его танк не имеет брони его танк неудобен нет военно пушка не опускается заднее расположение рубки играть неудобно хп мало единственное что у нас есть из плюсов это орудие мы же птс ау поэтому у нас орудие помощнее чем у обычных танчиков мы должны наносить урон но как мы можем наносить урон на вот этом вот она не едет башни нет скорость особо никакой нет брони нет и в целом не увы но ничего нет мы должны просто стоять издалека и прикрывать союзников и вот уже вырисовывается проблема которая встречается у слабых игроков практически у всех они не понимают для чего они находятся в бою под каждый класс техники у вас должно быть заготовлено несколько вариантов действий то есть если мы играем на определенном классе техники у нас с одной из сторон играя за одну команду на определенной карте должно быть пару вариантов действий за другой респ тоже самое пару вариантов действий и так на каждую карту мы должны знать что нам делать для этого мы должны понимать что у нас за класс техники для чего он предназначен и в какой части карты при различных ситуациях в бою мы можем быть полезными себе и команде. В этом бою наш герой не был полезен вообще никому весь бой. Он ничего не смог сделать, потому что он весь бой занимался тем, что его танк не умеет вообще. Вот у нас карта Песчаная река. В начале боя тяжелые танки едут у нас в центр. Еще пару танечков у нас едет вот сюда. Где-то вот здесь у нас еще какие-то там ПТшки будут сидеть и так далее. Но в целом, грубо говоря, у нас нету определенного какого-то танчика, который бы сидел в нужных местах и прикрывал их. В каждом бою должны быть танки, которые прикрывают выезды на союзников. Вот такая вот схема у нас получается, куда мы можем в этом бою прикрывать. То есть прострелил целая куча. И этим всем мы должны заниматься на нашей ватной ПТшке, потому что мы больше ничего не можем. В зависимости от того, куда едет наша команда, а она едет на левый фланг, на центр и на право, мы становимся сзади них в позицию, которая принесет больше всего результата. результата. Если наша команда вся играет левый фланг, мы становимся ближе к левой стороне и прикрываем их здесь, потому что нам одному делать нечего. Мы должны находиться сзади своих союзников, которые вот на центр поехали, и прикрывать их. Поскольку если вражеские тяжи будут находиться напротив, в этой же яме по центру, будут находиться здесь вот на фланге, и они бесплатно будут выкатываться на наших союзников, и никто их не будет прикрывать сзади наших союзников, то враги бесплатно будут убивать центр, бесплатно будут убивать лево. Они с легкостью все это продавят. Мы останемся без фланга. И после того, как мы будем вверху всей командой, у нас заберут базу, мы сверху вниз уже никак не спустимся, не сыграем, поскольку нас будут расстреливать с нашей же базы, с наших позиций, с балкончиков, густов, и все. Если этот фланг проиграли, то нам нужно с правого респа спускаться вниз, на корону, на центр, расстреливать подъезды к своей базе, подсвечивать, расстреливать другой фланг. Нам нужно двигаться, что-то делать. Но это уже будет постфактум. Уже просрали фланг, уже союзники сдохли, их никто не прикрыл. Вот чем должна заниматься ватная ПТшка. Она должна сзади за своей командой ездить и прикрывать союзников, когда на них выезжают враги. То же самое, когда мы играем на тяжелом танке или танке, который играет активно. Наша задача бесплатно убивать врагов, подсвечивать, продавливать направление, где чувствуете слабость у врагов, как враги в этом бою почувствовали, что нижний фланг, левый, не прикрывается сзади. Они это увидели, продавили, захватили базу и все, и победили. И играя активно на первой линии, вы должны понимать, что опасность не только впереди, кто перед вами стоит, но и тот, кто прикрывает сзади. И такой набор тактик, прострелов, точек у вас должен быть на каждую карту, на каждый респ, за каждую команду, за каждый класс техники. Я в целом лично вообще не вижу никакой проблемы подумать головой и подготовиться перед каждым боем обдумать и понять, куда ехать, что делать, что мой танк может, что не может, чем я должен заниматься в бою и как я могу быть полезен. Поскольку, если я бесполезен, то бой уже идет в тартарары, уже идет слив, уже идет проигрыш. Если вы ничего за бой не сделали, если вы минуту ничего не делали, две, три, четыре, то, знаете, вы способствуете поражению. А если вы за весь бой толком ничего не сделали, то вы сами во всем виноваты. Насколько бы не были плохие у вас союзники, вы ничего не сделали, даже не попробовали. Значит, вы во всем сами и виноваты. Сохранять реплейчики и писать очередной слив на вот реплейс, ну, такое себе. Ну, в принципе, слив, слив, но данный игрок ничего за бой не сделал, он не подготовился тактически к бою вообще. Он сейчас едет практически в ближнем бою играть с врагами, которых на этом фланге нет. Потому что они все на центре убивают тяжелые танки. Да, там какая-то ПТ-шка одна прикрывает, но ее недостаточно, потому что врагов слишком много. На этом фланге на левом тоже недостаточно танков, которые и спереди, и сзади, и так далее. Мы вот приехали в атаку. Да, в принципе, мы стрелять будем по засвету союзников, но на наших союзников никто не атакует. Проблема таких танков, что мы должны сдерживать атаки. Самим атаковать на таком танке довольно-таки сложно. И мы находимся сейчас на том фланге, который атакует, а должны стоять сзади своих союзников на фланге, который защищается, а не атакует. Потому что мы просто волочимся за своей командой и ничего толком не можем делать. Это суть ватных ПТ-шек. Они лучше всего защищают своих союзников, когда на них атакуют. Все. Больше толком ничего не можете. Атаковать на такой кастрюле крайне сложно. И вот пока мы ни черта не делали, счет уже 1-7. Мы за весь бой стрельнули один раз куда-то там мимо и все. Не потому, что команда какая-то не такая или еще что-то. Мы не прикрыли своих союзников, они поехали он играть на один фланг, на центр. Кто их прикрывал? Один танчик и все. Плюс еще здесь челики поехали в атаку и посливались. Так играют многие. И когда все собираются в одну команду и никто вообще даже не пробовал подготовиться тактически к бою, о какой победе идет речь, о каком содержательном бое идет речь, о чем здесь говорить. Если люди просто заходят в игру и даже просто логически подумать, что делать вообще и не пробовали видимо. Или это сложно, или не понимают в какую сторону начать думать. У меня готова тактика на любом классе техники, на любую карту, на любой респ, не одна, а несколько. На каждый танк, на каждый класс техники, на каждый респ, на любую карту. Я подготовлен к этому всему. И это легко и очевидно. Крайне легко. еще когда только я начинал играть в танчики, у меня не было никаких там 45% победы или так далее. Для меня сразу было очевидно, что хорошие адекватные позиции это ключ к тому, чтобы что-то полезное делать в бою. И уже потом я со временем начал развивать тактику в этой игре. Потому что что еще делать в бою, кроме как правильно передвигаться по карте быть в нужное время в нужном месте. В целом это уже самое главное и приносит в основном победы. Высокий процент побед, высокий результат. А если просто сидеть в яме или кататься за своими союзниками на кастрюле, которая должна прикрывать, это то же самое, как на тяжелом танке не нужно ехать одному на фланг. Если вас там никто не прикрывает или никто не едет с вами, вы туда приедете, вас там просто задушат, задавят кучей и все. Каждый танк он частица команды. Тяжелые танки должны бодаться впереди под прикрытием ватных танков сзади. Быстрые танки еще могут объезжать с разных сторон и вы в зависимости от ситуации должны на нее реагировать и делать какие-то выводы, что где-то фланг у нас проигрывает, где-то выигрывает, нужно помочь своей команде, в какой части карты сейчас вы будете самые полезные. А если вот так заниматься не тем, для чего ваш танк предназначен, то ничего не получится, у вас будет всегда 45%. Это до того элементарные вещи, что для меня это даже непонятно, как можно такому большому количеству игроков в одной игре играть так плохо и у всех одна и та же ошибка, абсолютное непонимание, во что они играют, и что нужно элементарно исполнять роль своего танка в бою. Плюс, глядя на мини-карту, от ситуации, которая создается, нужно отталкиваться и ехать либо на один фланг, участвовать в бою, либо на другой, и все. Если ваша команда играет левый фланг, вы едете туда, если правый, вы едете направо, все, элементарно. Плюс, вы должны понимать, что если ваш танк это тяжелый, вы должны спереди там аккуратно сдерживать направление, либо продавливать. Если вы танк, который прикрывает, вы должны сзади занять позицию так, чтобы прикрывать выезд на союзных тяжей. Плюс, вы еще должны понимать, что либо ваш танк умеет активно атаковать, либо не умеет и кататься за своей командой в пустоте там нигде, тоже нет смысла. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.